Спрятали под тепляком. Так на языке реставраторов называется пластиковый шатер, которым накрыли часовню Никиты Великомученика. Восстановить ее должны уже к декабрю этого года. Именно тепляк поможет уложиться в сроки. Работать в нем можно и в дождь, и в мороз. При необходимости внутри установят тепловые пушки. Впервые в документах о часовне упоминается в 1685 году. Спустя 100 лет она сгорела. Но купец Артемов перестроил ее на собственные средства и пожертвования жителей улицы Пятницкой. Так раньше называлось «Металистов». После революции часовню превратили в жилой дом. Но внутри, на стенах, до сих пор сохранились потускневшие фрески. Всего на улице «Металистов» находится 15 построек, объектов культурного наследия. Аукционы на их аренду планируют завершить уже в декабре. Инвесторы получат здание на 49 лет по цене в 1 рубль. С условием, что дома, как и часовня, будут отреставрированы. А после в них появятся кафе, гостиницы и сувенирные лавки. Восстановление памятников архитектуры – это лишь часть одного из самых масштабных культурных проектов региона «Тульская набережная». В список работ входит и реставрация улицы «Металистов». Сейчас проектно-сметная документация проходит согласование. И археологи продолжают свое наблюдение, и продолжается работа по перекладке сети водоснабжения, водоотведения. На следующей неделе зайдут на шурфление уже представители газовых служб, и мы начнем потихонечку перекладывать газовые коммуникации. Основной объем всех работ должны выполнить в этом году, чтобы в следующем начать благоустройство. За предыдущий месяц на улице «Металистов» проложили более полукилометра канализационных сетей. Установили 17 новых колодцев. По планам улица должна стать пешеходной, но из-за начала масштабных работ перекрыли ее еще в конце сентября. На дорожной ситуации кардинально это не сказалось. Городские чиновники отмечают, заторов было бы еще меньше, если бы сами водители тщательнее подбирали маршруты. Улицы Дублеры, которые открыты для проезда, они не загружены. Поэтому есть альтернатива у водителей. В перспективе это открытие свазного проезда через Благовещенскую, это тоже должно дополнительно сыграть свою роль. Сейчас Благовещенское упирается в тупик. Проезд перекрыт аварийным зданием. Но чиновники обещают, к лету 2018-го проблему решат. А пока что совместно с ГИБДД ведут ежедневный мониторинг ситуации утром и вечером в часы пик. Максим Черепанов, Вадим Рыженков, Первый Тульский.